Долгий путь к Олимпиаде. Гимнастика на пилоне вошла в список Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Флаги, шпагаты, силовые, гимнастические, акробатические элементы и трюки превратили его в полноценный вид спорта. Тему продолжит Наталья Дуркина. Софья Магелат мечтает стать профессиональной гимнасткой. В этом решении ее полностью поддерживают родители. Они делают все возможное, чтобы у малышки была возможность заниматься любимым видом спорта. Я давно мечтала ходить, просто не было. И потом уже я увидела в инстаграме, что открылась и решила попробовать. Больше года юная спортсменка постигала азы полспорта. Сейчас, как только появились новые направления, не задумываясь, решила опробовать и их. На полотнах и на кольце было чуть-чуть сложно, но как-то получилось. А на пилоне, в принципе, я быстро познакомилась с девочками и начала заниматься. Вне зависимости от того, на каком снаряде сегодня тренироваться, каждый раз занятие начинается с разминки. Необходимо разогреть все мышцы, чтобы тело могло легко изгибаться, выполняя сложные элементы. Также необходимо учитывать, что у девочек разная степень подготовки. И на начальном этапе всем спортсменкам необходимо почувствовать свой вес и познакомиться со снарядом. Изначально, пока мы просто знакомим с снарядами, самые простые, такие как разножка, вообще в целом, чтобы они почувствовали свой вес, повисеть, различные блоки, руку ты завязывай, руки, ноги. В данный момент в школу танцев могут ходить девочки и мальчики от 5 до 14 лет на все три снаряда. Это полспорт, воздушная гимнастика на кольце и на полотне. Что касается взрослой группы, то на сегодняшний день есть только полспорт от 15 лет и старше. Остальные находятся в разработке. Очень много желающих на взрослую группу, но этот вопрос мы рассматриваем. Мы подбираем удобное время для тренера, удобное время для желающих учеников, воспитанников. Но пока это вопрос подвешенный. Мы стараемся это больше всего реализовать с января месяца. Потому что конец года сейчас мы хотим для родителей пока подготовить открытые уроки, чтобы они могли ознакомиться с тренерами, с направлениями, посмотреть, как это все происходит. А потом уже запустим потихонечку взрослую группу. Полспорт или гимнастика на пилоне – это сложный снаряд, в котором большее внимание уделяется всестороннему развитию спортивных навыков. Это физические упражнения, силовые и акробатические элементы на ловкость, координацию, выносливость, а также гибкость и растяжку. К слову, о подготовке будущих спортсменов. Международный олимпийский комитет проголосовал за признание полспорта официальным видом и включил его в список олимпийских игр. Его внесли в список олимпийских игр на 2028 год, но каждый спортсмен должен обладать тремя снарядами, кроме пилона. Должен также владеть ученик как кольцом, так и полотном, так и пилоном. То есть один спортсмен должен владеть тремя снарядами. Но прежде чем добраться до олимпийских игр, нужно деткам, конечно, принять участие на различных соревнованиях, на чемпионатах, а нежели чем еще ранее посмотреть, нам нужно запустить это направление в округе, найти хорошего тренера, что мы и сделали, и, в принципе, подготовить детей, что сейчас буквально вот мы и этими занимаемся. К сожалению, гимнастика на пилоне некоторыми людьми воспринимается категорически отрицательно, что несправедливо отмечают спортсмены. Необходимо понимать, что танец у шеста и акробатика на пилоне – совершенно разные вещи. Акробатика – это тяжелый и технически сложный вид спорта. Освоение его элементов требует большого упорства тренировок выносливости, которые иногда не под силу профессиональным спортсменам из смежных видов спортивной деятельности.